Привет! Штампуют сейчас китайцы смарты, как заведенные. Я сделал подборку, по-моему, самых интересных гаджетов на лето-осень 2019, которые будут лучше или одними из лучших за свои деньги. И взяв такой гаджет, вряд ли вы пожалеете. Тут не будет самых дешевых смартфонов, как и самых дорогих. Данный топ для тех, кто хочет купить достойный смарт, только за разумные деньги. Я начинаю! Логично, что начинать будем из самых дешевых и потихоньку подниматься вверх. Первый годный смартфон, который не стыдно порекомендовать к покупке, это Redmi Note 7. Его популярность заключается в соотношении цены и характеристик, ведь самую младшую версию можно взять всего за 155 долларов за 3,32 гигабайта. Хотя я рекомендовал бы сразу 4,64 гига, поскольку это на сегодня золотая середина. Процессор Snapdragon 660 достаточно мощный для всех современных приложений и игр. Современная оболочка очень быстро работает на нем. Корпус из стекла и пластика, отличная батарея на 4000 мА. Хорошие камеры, как фронтальная, так и сдвоенная основная. И снимки и видео можно получать далеко не бюджетные на нем. Заявлены 48 мегапикселей, но на практике это маркетинг. Фото ничем особо не отличается от 12 мегапикселей. Кроме размера конечно же самих фото. Большой и качественный IPS экран на 6,3 дюйма. Есть глобальная версия для нашего рынка. Все это делает данный смарт очень востребованным. К недостаткам я отнесу пластиковые торцы, на которых со временем могут появляться царапины. Выступающую камеру, которую тоже лучше скрыть чехлом. Достаточно большой на сегодня глазок фронтальной камеры и довольно немаленькие рамки. Чехол и гидрогелевая пленка на экран весьма желательны. И последнее, что не обрадует некоторых, это отсутствие NFC модуля. Дальше у нас конкурент предыдущего смартфона примерно из той же ценовой категории. Samsung M20 от хорошо знакомого и именитого бренда. Хороший PLS экран. Диагональ тоже 6,3 дюйма, но рамки уже чуть поменьше. И капля под фронталку аккуратнее. Процессор тут уже более слабый, чем в предыдущем смартфоне. Потому он хоть и шустрый, но все же будет немного уступать в интерфейсе и скорости открытия приложений. Также он будет уступать и в тяжелых играх, хотя снизим настройки играть тоже можно будет. И достаточно хорошие камеры, как для его цены. Его главное преимущество это наличие модуля NFC и батареи на 5000 мА. А главным недостатком я считаю материалы корпуса. Я даже не рекомендую к нему чехол, а настаиваю на том, чтобы его докупить. На материалах явно сэкономили и задняя пластиковая крышка вполне может покрыться микроцарапинами в первый же день использования. Потому чехол и пленка вам в помощь. Дальше по списку у нас Meizu X8. Он вышел далеко не вчера, еще в начале года. И попал он сюда, потому что это самый доступный смартфон на процессоре Snapdragon 710. То есть производительность даже с некоторым запасом на будущее, если для вас это важно. Плюс вполне хорошая производительность в тяжелых играх, потому его можно назвать бюджетным геймерским устройством. Есть глобальная версия для нашего рынка, также шустрая оболочка, хорошие камеры, хотя фронталка ощутимо уступает тому же Redmi Note 7. Экран хороший, качественный IPS на 6,2 дюйма с тонкими рамками, благодаря чему смартфон довольно компактный и удобный в использовании. Аккуратный небольшой вырез сверху, который легко скрывается. Дизайн это его сильная сторона, как и производительность. К недостаткам отнесем неспешное обновление прошивок от производителя, но во всяком случае все баги уже пофиксили. Также нет NFC и задняя крышка из пластика, хоть и качественного и не сильно царапающегося, а каркас из металла. Это однозначно достойный смарт за свои деньги. Redmi Note 7 Pro. Улучшенная версия обычной семерки. Недавно я их сравнивал, смотрите кому интересно. Чем же он лучше и худше обычной семерки? Процессор Snapdragon 675, чуть более производительный 660. И камера с действительно более качественным сенсором AMX586. Потому и в фото и в видео он превосходит обычную семерку. В остальном это братья-близнецы. Со всеми их плюсами и минусами, что касается внешности, материалов и эргономики. Недостаток то, что глобальной версии нет в природе. Хотя есть глобальная прошивка для рынка Индии. Купить его можно на Алиэкспресс уже прошитым на нее или прошить самому, если есть опыт. Но это уже некоторый дискомфорт. Вилка кстати не под нашей розетки, ей нужен переходник. Хоть зато адаптер поддерживает быструю зарядку. И отсутствие поддержки Band 20 LTE. Рабочие бенды 3 и 7 в наличии. Так же как и в семерке нет NFC и цена. Он есть в продаже только на 6128 гиг, потому ценник за 200 долларов. Но в своей нише это очень даже достойный смарт. Samsung Galaxy A50. О нем нельзя не сказать, поскольку продажи говорят сами за себя. Берут их очень хорошо. Сканер спереди, хоть работает далеко не идеально. Неплохое железо, достойные камеры. Прямой конкурент Redmi Note от Xiaomi. Единственное, что смущает, AMOLED дисплей с шим, то есть мерцанием. В то время как технологию DC Dimming, убирающую мерцание, все активнее внедряют в новых смартфонах. До 300 долларов его сложно найти, но все же можно, если поискать. И тут у нас нежданчик от тех же Samsung, которые наступают со своей A-серией. Samsung A60. Смартфон очень свежий и внешность у него в стиле последних изделий от Samsung. Фронтальная камера заявлена на 32 Мп прямо в дисплее. Основная камера изготовлена с использованием трех сенсоров с разрешением 16, 8 и 5 Мп. Дисплей на 6,3 дюйма и что примечательно, это не AMOLED, а IPS дисплей. Видимо отсюда и цена ниже. За работу устройства отвечает процессор Snapdragon 675, то есть смартфон действительно довольно производительный по сегодняшним меркам. У него есть модуль NFC, что немаловажно. Нет разговорного динамика, звук излучает сам дисплей. Интересно, что данный смарт изготовлен для рынка Китая, но из коробки имеет все необходимые языки. Отсюда и недостаток. Не поддерживается Band 20. Также корпус, на котором Samsung экономят, это пластик. И как и в случае с M20 или A50 желателен чехол. А так, по-моему, это очень сбалансированное устройство. Покафон F1. Как бы мне не хотелось вставлять в данный топ смартфон не первой свежести, но альтернатив за эти деньги на Snapdragon 845 просто нет. Именно это главный аргумент для людей, которые покупают данный гаджет. Производительность. Самый производительный смартфон за эти деньги. Оболочка, понятно, что не тупит. Все летает. Довольно хорошие камеры и емкая батарея на 4000 мА. Многих возмущало, что смартфон выполнен из пластика. Только, судя по современным трендам, этот пластик просто божественный. Он не глянцевый и при обычном использовании не будет собирать море отпечатков и микроцарапин. Такие нынче маркетинговые тренды. А вот что уже не в тренде, так это огромная монобровь. Благо, ее можно скрыть, хотя Xiaomi то добавляет, то убирает в некоторых смартах эту возможность. Экран на 6,18 дюйма. Также у смартфона довольно неплохие камеры. Особенно хорошая фронталка. И да, в нем тоже нет NFC. Данный смарт исключительно геймерское решение или гиковское. Для тех, кому будет приятно осознавать, что тут почти топовый проц на сегодня, производительности которого хватит на годы вперед. Поехали дальше. Mi 9 SE. Младшая версия флагмана Mi 9. Процессор Snapdragon 712 на 10 нанометров. И работает шустро, и все игры на ультра или почти на ультра тянет. Конечно же, современный тройной модуль камеры. Фронталка в виде небольшой капли и сканер отпечатка пальцев уже в дисплее. Тут он Super AMOLED на 5,97 дюймов. То есть, смартфон довольно-таки компактный. Есть глобальная версия со всеми плюшками и модуль NFC тоже в наличии. То есть, это современное ультимейт устройство ценой до 300 долларов. Вполне можно брать. Дальше у нас идет свежий на сегодня смартфон Redmi K20. Он же Mi 9T. Глобальная версия данного смартфона. Но не все так однозначно. Цена у него на данный момент выше 300 долларов. Учитывая, что он совсем свежий, продавцы за него ломят цены. Так же было и с Mi 9 SE на старте продаж. Он стоил далеко за 300 долларов. Сейчас, как видите, ниже. Та же судьба ждет и данный смартфон. Он, вероятнее всего, будет стоить 300 и меньше долларов. Нужно только немного подождать. А если вы смотрите данное видео через месяц, а то и два, то загляните в описание. Там я оставил места, где можно посмотреть цены. Вот почему данный смартфон входит в этот топ. У него есть старший брат с приставкой Pro. Главное отличие это процессоры и, конечно же, цена. Хотя оба гаджета имеют отличную производительность. И тренд с дырками в экране уходит в прошлое. Тут фронталка уже выдвижная. Так же три камеры сзади. Сканер отпечатка пальцев встроен в дисплей и он имеет уже большую площадь срабатывания, чем у предшественников. А технология DC Dimming вселяет надежду на минимизацию мерцания амолед экранов и уменьшение негативного влияния их на глаза. И на этом, пожалуй... Эээээ... нет. У нас есть еще один смартфон. Он вне топа, а на месте темной лошадки. Также новый смарт и исполнен в стиле последних трендов со сканером отпечатка в экране и выдвижной фронталкой. При этом он стоит менее 300 долларов. Это детище компании Oppo Oppo K3, суббренд компании BBK. Те самые, что делают OnePlus и Vivo, Realme. Тут есть разные языки, включая русский. Хороший на сегодня проц Snapdragon 710. Камера не тройная, а классический основной сенсор и вспомогательный для размытия заднего фона. Экран с тонкими рамками аж на 6,5 дюймов. Тут, правда, нет модуля NFC и из актуальных для нас LTE бендов поддерживается только третий. Тем не менее, аппарат интересный и если еще чуть упадет цена, тогда реально можно рассматривать. А пока только взглянуть. Есть еще интересный гаджет тоже от BBK Oppo Realme X. Похож на предыдущий вариант с хорошими камерами и начинкой. Но на данный момент только китайский и английский языки. Так что нужно ждать выхода прошивок и будет годнота. А что бы предпочли из данного топа себе вы? Обязательно пишите в комментах. И, кстати, годных смартфонов гораздо больше. Так что напишите свой вариант, если таков имеется. Всем удачного выбора и отличных цен на приглянувшийся гаджет. Подписывайтесь и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok